В прошлой серии «Бедная Настя». Прошу вас прийти завтра на наше обычное место. Читайте стихи и всегда думайте о том, что с любовью владеет. Наталья сделала все возможное, чтобы предотвратить дуэт. Ваша величина, не так нужна она. Не смейте меня трогать! Никогда! Лига! Сближенье ваше сумраком объято. Сквозь толщи туч не кажет солнце глаз. Пойдем, обсудим сообща утраты. И обвиним, или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Аплодисменты, что с вами? Папа, ты слышишь меня? Доктор Штерн. Ради Бога, ради Бога, быстрее. Илья Петрович, что я с ним? Это сердечный приступ. Сейчас я ничего не могу сказать. Мне нужно произвести осмотр в более спокойной обстановке. Позовите слуг, давайте перенесем Ивана Ивановича в его комнату. Я сам отнесу отца в дом. Володя, не надо. Неосторожное движение ты можешь сделать хуже. Ты один не справишься. Позови слуг. Позовите слуг. Нужны два человека. Никита Григорий. Так, осторожно. Берите. Тихо. Осторожно. Тихо, тихо, тихо. Осторожно. Можно я пойду с вами? Оставайтесь здесь. Но я умоляю вас. Я... Можно я буду с ним? Ты ничем не сможешь помочь. Успокойтесь, господа. Никто не войдет к барону, пока я не произведу осмотр. Успокойтесь. Аня. Миша. Спасибо тебе, Миша. То есть... То есть вам. Давайте уйдем отсюда. Подождем библиотеки. Вашей субтитры. Спасибо. До 온 миша. КОНЕЦ КОНЕЦ Я все-таки тебя люблю, душа моя. Ты имени вдвоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает руть мою. Я за тебя, Создателем, молю. Я за тебя, Создателем, молю. Я за тебя, Создателем, молю. Карл Модестович, что вы здесь делаете? Это наш бывший управляющий, он не должен быть здесь. А что вы здесь делаете? Разве вам не положено быть на сцене? Вы должны отвечать на вопросы, а не задавать их. Что вы здесь делаете? Барон ведь уволил вас. Зашел. Попрощаться с домом. Горько уйти вот так вдруг, когда проработал здесь столько лет. Много воспоминаний. А что меня уволят, так это досадное недоразумение. Так, всего лишь легкая путаница. Я пойду, пожалуй. Пора. А это что? Еще одно досадное недоразумение? Это. Это Брэнди. Я был в театре, не мог уехать, не посмотрев спектакль. Анна была очаровательной, Джульетты. И вы, конечно, не могли уехать, не выпив за нее. Да, конечно. Анна, безусловно, достойна того, чтобы в ее честь произнести тост. Но! Я прибежал за графином, как только увидел, что барону сделалось дурно. Клоток Брэнди ему обычно помогает. Спешили на помощь барину и по дороге решили попрощаться с домом? Странно. Барон сейчас не нуждается в ваших услугах. Им занимается доктор. Так я могу идти? Благодарю, сударыня. Карл Модесточ. Чего изволите? Брэнди, оставьте здесь. Да, конечно. Ужасный день. А чего вы позволяете ему так разговаривать с вами? Что со мной? Похоже, у вас опять сердечный приступ. Хотя до конца я не уверен. Очень странные симптомы. Бог с ними с симптомами. Володя. Где Володя? Володя ждет в кабинете. Примите лекарства, Иван Иванович. Отдохните. Вам нужен покой. Илья Петрович, не лукавь. У меня впереди целая вечность покоя. Позови Володю. Я должен поговорить с ним. Потом. Потом. Будет поздно. Ты же знаешь. Я должен поговорить с сыном. Володя. Володя. Позови Володя. Позови Володя. Как он? Отец хочет вас видеть. Очень плохо. КОНЕЦ Ой, все под Богом ходим. Вот так прихватит, и слова-то сказать не успеешь. Окажешься на небесах или в преисподней. Рано вам о таких вещах думать. Мы бы лучше на это дело с практической стороны глянули. Ну? Корфом сейчас будет не до нас. Тяжбу с поместьем разрешим в свою пользу в два счета. А как же расходные книги-то? Ведь мой муженек сделал запись-то, а выплаченном долге сделал. Разрешим как-нибудь и это дело. Поедем скорее к вам в поместье, и там все обсудим. О-о-о! Так помилуйте, Андрей Платоныч! Да побойтесь Бога! Барон Корф в таком плохом состоянии, в доме несчастья, а вы... Я не хочу, чтобы перед вашей с Лизонькой свадьбой ходили какие-то дурные слухи. Добрейший вы души человек, Мария Алексеевна. Однако нельзя упускать такого благоприятного момента. Корф поправится, он поместье нам без сбоя не отдаст. Поймите, я же забочусь о вашей выгоде. Конечно, если вы считаете, что не время, или решили проявить сострадание Корфу... Да никогда! Поместье будет моим. А потом через Лизина приданное и вашим. Поедемте, коляска ждет. Ну где же Соня и Андрей? Прости, прости. Прощание в час разлуки. Ля-ля-ля-ля-ля. Сладкой муки. Ну вот, до свидания, я тебе сказала. Прости, Ромео, у тебя шляпа слетела. Ты мой монолог прервал. Уж мы-то с тобой знаем, что я играю куда лучше этой бездарной вертихвостки. Совсем спятила? А ты чего здесь забыла? Дел на кухне мало? На кухне дело не в проворот. А ты, видать, забыла, что барин тебя туда отправил работать? В доме такое творится. Барину плохо. А она здесь, как полоумная, представление устроила. Ему потому и плохо, что одна бездарность голову заморочила. Уж не ты ли? Не я ли? Аннушка ваша. Ах ты, дрянь такая! Да я тебе сейчас... Ах ты, врянь ты такая! Ах! Скоро Владимир Иванович хозяином станет. Он уж покажет, кто здесь талант, а кто пустое место. Ах ты, дрянь! Да он еще проживет не один год. Да барин войну прошел, он еще не один год будет радовать нас своей жизнью. Ах ты, бесстыдница! Как ты подумать-то могла такое? Ну-ка, быстро подбери своего Ромео. И быстро здесь наведи порядок. И я жду тебя на кухне. Мы еще потерпим Ромео. Чует мое сердце. Справедливость очень скоро восторжествует. Они все узнают, кто я есть на самом деле. Ты не заставишь меня тратить мой божий дар и молодость на грязный пол да помой. Кто здесь? Бедный Иван Иванович. Я боялась, он умрет на наших глазах. Господи, помоги ему. Что же будет с Лизой, когда она узнает о болезни барона? Она ведь еще не пришла в себя после измены Владимира. Думаю, из-за этого она и на спектакль не захотела приехать. Может, не стоит ей говорить? Об этом все скоро узнают и все равно ей расскажут. Думаешь, она не пошла от того, что не хотела видеть Владимира? Господин Забалуев сказал, что она плохо себя чувствует. Что за напасть? Лиза заболела. Иван Ивановичу так плохо. Идем, Сонечка. Андрей Платоныч и маменька поди заждались. Да, пошли. Надо поскорее узнать, как Лиза. Володя, отец. Ты вдруг орать бьё, а еще утром, помнится, дерзил отцу. Должен был держать себя в руках. Прости меня. Я в молодости тоже был вспыльчив и упрям. Моя медали. Удивлён, я храню всё, что ты мне присылал. Я мечтал, чтобы тебе никогда не было за меня стыдно. Я пытался всю жизнь, чтобы ты всегда гордился мной. Я всегда гордился тобой. Жаль, что редко говорил тебе об этом. Мы оба с тобой. Умеем скрывать свои чувства. Не правда ли? Почему нам понадобилось столько лет? Чтобы сказать друг другу эти слова, папа. Володя. Лет десять назад я пытался поговорить с тобой о том, что было очень важно для меня. Но именно в этот день ты изрезал моё любимое кресло ножом для бумаги. Ты помнишь, это негодный мальчишка? А потом два часа простоял в углу. Обиженный на весь свет. Я начал забывать, как это прекрасно, посмеяться вместе с сыном. Помни это, когда меня не станет. Дело не в том, что я позволяю Карлу Модестовичу разговаривать со мной так небрежно. Он всегда так себя ведёт. Ему свойственна дерзость. За это его и уволили. Он служит вам и барону Корфу. Вам следовало сразу приказать ему убраться? Этот ничтожный человек не стоит такого внимания. Я сейчас не могу думать ни о чём, кроме болезни Ивана Ивановича. Если он не убрался, восвоясь и сразу после увольнения, то, возможно, он теперь не уйдёт. Я поговорю об этом с Владимиром. Пусть он знает, как этот негодяй нагрубил вам. У Владимира сейчас и так слишком много забот. Илья Петрович, как барон? Мне жаль огорчать вас. Что с ним? Я ещё пока не готов поставить окончательный диагноз. Слишком противоречивые симптомы. Это не сердечный приступ? Тогда, быть может, не всё так страшно? Странные шумы, ритм неровный, одышка слишком сильная, спазмы. Нет, я не готов сказать вам что-то определённое. Я прежде никогда с подобным не сталкивался. Но ведь, но ведь он поправится. Я не знаю. Анна, я Петрович. Дайте ей это выпить. У барона всегда был прекрасный бренди. Да и нам с вами не помешает. Прошу вас, выпейте. Пейте, дитя моё. Это вас успокоит. Скорее, доктор. От сухожа. Я бы хотела повидать его. Иди. Прости, Миша. Я так и не поздоровался с тобой по-человечески. Это не важно. Хорошо, что ты приехал. А ты ведь не ко мне приехал, а к Ане. Я приехал к тебе. Хотя, безусловно, я был рад видеть Анну. Но скажи, что я могу сделать. Мы ничего не можем сделать, Миша. Ничего. Вот, разбегались, как малые дети. Благодарю вас, Андрей Платоныч, что довезли. Не обессудьте, не приглашаю вас ужинать с устала. О делах поговорим завтра. Как прикажете, Марья Алексеевна. Денёк сегодня действительно выдался. Тяжёлый. Желаем хорошенько отдохнуть. О делах, о делах. Все непременно поговорим, когда вам будет угодно. Пойду посмотрю, как там Лизавета. Не здоровится ей в самом деле. Или, может, она спектакль свой разыгрывает. Уверен, с Лизой, всё в порядке. Такой день, не знаешь, чего ждать. До скорой встречи. Спокойной вам ночи, Андрей Платоныч. Эй! Что? Как, Лиза Петровна? Нету её нигде. Как нет? Да вот так вот нет. Я всю округу обошла, и нигде её нет. Ты умная бабёнка, тебе объяснять не надо. Держи язык за зубами и подумай, что тебя ждёт, если ты проболтаешься. Что вы, Елизавета Петровна, ударили. Дура! Подумай хорошенько. Если я Лизу не побоялся ударить, что я с тобой могу сделать? Да что ж меня всё время стращаете? Что ж меня стращаете? Вы мне не указ. Не указ, говоришь? А ты подумай, кого послушают. Меня, предводителя уездного дворянства, жениха Елизаветы Петровны, или тебя, крепостную девку. Запомни, вы с Елизаветой Петровной отправились домой, потому что ей стало дурно. Она бежала в лес, потому что ей стало нехорошо. Ты была последняя, кто её видел. А это, знаешь, подозрительно. Будешь дурой, найду на тебя грешки и запорят тебя, как скотину до смерти. Кто здесь? А ну, появись, не то зашибу! Выходи! Вот я крест убью! Ох, чертяка, напугал. Ушла, Варвара? Ушла. Хорошо. Мне лучше никому на глаза не попадаться. Говорила я, Карл Модестович, не надо вам здесь оставаться. Найдут в тюрьму, отправят. Славную брошечку кто-то потерял. Вы мне зубы не заговаривайте. Что это вы натворили, что по тёмным углам прячетесь? А? Ой, что-то недоброе задумали. О чём это ты? Не понимаю. Брошку-то покажите. Ой, всё вы прекрасно понимаете. Как вовремя барину плохо-то стало, а, Карл Модестович? Владимир Иванович только что из Петербурга вернулся. А ваших злодеяний их не знает. Как вы всё хорошо рассчитали, Карл Модестович. Ты чего мелишь? Ты в своём уме? Ты что думаешь, это я всё подстроил? А кто ж? Что-то думать, всё сходится. Вы отомтили барину за то, что он вас выгнал. Как ловко ты всё придумала. Если уж кому и хотелось мстить, так это тебе. Мне? Меня-то, небось, не выгоняли с позором? Да? А кого отправили у Варвары на побегушках работать? Помои выносить? А? У кого главную роль отобрали? Известно, бабы, они хуже мужиков мстительны. Куда уж хуже вас, Карл Модестович? Я барских денег не крала. Да и человека угробить, это не по мне. Неужели? Ты ведь у нас большая умелица. Или ты для запаха Анне в букет что-то подсыпала? Да и мешок, что чуть не пришипая сегодня на сцене, тоже, сдаётся мне, не случайно упал. Хватит на меня напраслину наводить. Я-то знаю, что я тут ни при чём. А стало быть, то, что с барином случилось, это в ваших рук дело. Да, но я тоже знаю, что я тут ни при чём. Иван Иванович. Чё ты испугалась-то? Не видела, как люди кашляют? Ну, я старый солдат. Бывал в переплёсках похуже. Может быть, может быть, позвать доктора? К чёрту доктора. Не будем о моей болезни. Мне уже лучше. Правда? Аннушка, а как ты была хороша сегодня на сцене? Как блестили твои глаза? Да, вот, лекарство для меня. Мечтать, что ты станешь великой актрисой. Ждут тебя лучшие подмостки мира. Джульетта, Афелия. Сколько прекрасных ролей ты сыграешь. Не стоит сейчас об этом. Тебя буду отосыпать цветами. Представь только роскошные букеты. Поклонники. О, сколько у тебя будет поклонников. С твоим талантом и красотой. Нет толпы петербургских щёголей ни к чему. Когда вы на меня смотрите из зала, ей-богу, мне хочется играть в сто раз лучше. Только для вас. Скоро ты будешь думать совсем по-другому. Почувствуешь успех, обожание публики, вкус славы. Всё изменится. Всем, что у меня есть и всё, что у меня будет, я обязана только вам, дядюшка. И это не изменится никогда. А помните, вы говорили, что мечтаете увидеть Европу по-настоящему, а не из седла старой военной клячи? Иван Иванович, скоро ваша мечта исполнится, когда мы будем с труппой путешествовать по разным странам. Вы будете сидеть на самых лучших местах, в самых лучших театрах Европы. И я всегда буду искать глазами среди зрителей вас. И всегда буду играть прежде всего для вас. Конечно, моя девочка. Я всегда буду радоваться твоему успеху. И всегда буду рядом с тобой, где бы ты ни была. Вот ты где, мерзавка. Не могу найти никак нигде Лизу, Андрей Платоныч. И тебя искала по всему дому. Где Лиза? Не знаю, барыня. Как так не знаю? Андрей Платоныч сказал, что ей дурно сделалось. Так почему она не в постели, коли так? Мы, когда домой от Корфа возвращались, Елизавета Петровна по дороге дурно сделалась. Она попросила остановить коляску и убежала в лес. В лес? Как в лес? Какой такой лес? Зачем это в лес-то? Да почему же ты за ней не побежала, негодная? Да я побежала за ней, да не угнаться было. Ох, Татьяна, совсем ты от рук отбилась? Крепостные девки ну вовсе разбаловались. Барышню догнать поленилась, а? Случись, что с барышней с тебя же просто будет, дура. Да при другой хозяйке ты бы навоз носила с утра до вечера. Да выпороть ее надо прилюдно, чтоб место свое знала. Ну успокойтесь, успокойтесь, Андрей Платоныч. Успокойтесь. Поезжайте домой, найдем вашу невесту. Вот ведь день какой, а? Одному плохо, другой дурно. Что на Лизавету нашло, не понимаю. Довольна? Как нехорошо врать-то, нехорошо. Запомни, думаешь, теперь взболкнуть что-нибудь? Беда тебя ждет, моя милая. Пойдешь в лес погребы до ягоды, тебя ненароком за оленя примут. Охотники обознаются и пристрелят. Пиф-паф! Ой-ой-ой, такая ужасная ошибка. И нет, милой девицы. Смерть барона нам обоим выгодна. Надо бы нам теперь вместе держаться. Вы вместе не умеете. Вы только о своей шкуре печетесь. Не время грехи припоминать. Враги, Поля, у нас ведь общие. Нам надо друг дружку покрывать. А вот как врагов общих не останется, лишь еще что-нибудь общее найдем. Ухаживайте, как за бароней. Твой отец сильный человек, Володя. Он справится с болезнью. Он сдался, Миша. Он не хочет бороться. Я по глазам его это вижу. Я слышу это в его словах. С ним сейчас Анна. Наверняка она придаст ему сил, чтобы... Ты слишком много думаешь об Анне, Миша. Слишком много о ней беспокоишься. Она этого не заслуживает. Возвращайся в Петербург. Забудь ты о ней. Я знаю, сейчас не время говорить о ком-то еще, кроме твоего отца. Я схожу с ума. Я не понимаю, почему тебя огорчает моя забота об Анне. Я вижу, как ты все больше увлекаешься ею. Как все тоже затягиваешь петлину, Миша. Ты опять говоришь загадками. Ты видел, как Анна переживает за барона. Ей нужна наша поддержка. Анне, ничья поддержка не нужна. Особенно твоя. Эта хрупкая девица прекрасно заботится о себе сама. Владимир, пора. Я сам вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обещание. Приводи. Что? Не оставишь. Позаботишься о ней. Освободи ее. Володя, обещай. Ты обязан позаботиться. Обещай. Нет. 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 Володя. Нет. Нужно. Нет. Нет. КОНЕЦ КОНЕЦ